На сессии Маслихата депутаты собрались в полном составе. Возможно, это их последнее заседание в качестве народных избранников. Они рассмотрели и единогласно утвердили бюджет города на три года. Теперь он увеличен на 80 миллиардов тенге. Это с учетом оптимизации казны на четверть. Ранее было решено приостановить неэффективные проекты. В этом году деньги, выделенные как из городского резерва, так и из республиканского, потратят, разумеется, на наиболее значимые программы здравоохранения и образования. В частности, львинная доля, почти 5 миллиардов тенге, пойдут на развитие присоединенных территорий. На Урзбайском районе продолжится развитие инженерной инфраструктуры. Появится административный центр, прокуратура и ЦОН. Это соответствует поручению президента о создании равных условий для горожан, а также реализации городской программы развития до 2020 года. Особое значение сегодня придается сбалансированному развитию районов города. Поэтому, в первую очередь, наши ресурсы будут направлены на нужды вновь присоединенного на Урзбайского района, требующего значительных инвестиций для подтягивания городским стандартам. Это соответствует принципу полицентричности программы мегаполиса. При уточнении бюджета особое внимание уделялось созданию рабочих мест. Если конкретно, будет трудоустроено 4300 человек. В этом году при поддержке бизнеса возведут две школы, 13 детских садов на 10 миллиардов тенге, а всего в мегаполисе сельскоусиления пройдут 8 школ. Операционные расходы в рамках универсиады 17,9 миллиарда, оказание медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами 2,4 миллиарда, субсидирование агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной техники 4 миллиарда, обеспечение экономической стабильности и компенсации потерь местного бюджета 2,2 миллиарда тенге, поддержка частного предпринимательства 438 миллионов. Главной задачей Акимата наряду с поддержкой социально уязвимых слоев населения на этот год станет улучшение экологии и создание зеленого пояса. Так, миллиард тенге пойдет на 15 проектов по благоустройству. Это реконструкция 15 километров орычной сети в Бастандыкском, Медеусском, Алмалинском и Аузовском районах. На улицах и парках появится 8 тысяч урн, 2000 скамеек и 250 вазонов для цветов. Это особенно важно накануне празднования 25-летия независимости Казахстана и тысячелетия Алматы. Также для очистки воздуха 168 машин коммунального транспорта переведут на газ, а полиция получит 114 новых авто. И сегодня утверждены нормы градостроительного рекламента. Это значит, что застройка выше проспекта Аль-Фараби не должна превышать трех этажей, площади в 17 метров и обеспечивать продуваемость.